Там еще ща обходить, гору не знаю какую. Это единственная дорога была, центральная. А теперь нам вообще ходить негде будет. Обходными дорогами через посадку и гаражи. Только так теперь жители частных домов по улице Песочная могут добраться до своей работы, детского сада или поликлиники. Пройти не дает многоэтажка, которую построили еще 20 лет назад. Этот дом построился за счет частного сектора. Снесли дома, людей переселили, они сейчас живут здесь. Они почувствовали себя хозяинами жизни. Как можно приватизировать муниципальную дорогу? Давайте мы все сейчас начнем приватизировать по клочку центральной дороги, проезжей части и загораживать. Огородиться от жителей частного сектора решил председатель жилищного кооператива многоэтажки. Сначала территорию вокруг дома обнесли железобетонными бордюрами. Через них люди еще могут пройти. А вот автомобилем проехать совсем непросто. В том числе, когда необходима медицинская или другая срочная помощь. Так у Михаила Силкина сгорел дом, потому что пожарная машина не смогла проехать к месту ЧП. Сгорел дом, дом, шестиквартирный дом. Из-за того, что пожарные приехали, они ткнулись в эти бордюры. Это время 2 начала 3 часа. Пока они, представляете, здесь легковых, сколько у них они задом сдавали, потерянное золотое время уже ушло. Дом-то горит. Вот так вот и получается. Скорая помощь приезжает, врач выходит с чемоданчиком, идет в поселок. Или встречать надо скорую и идти на проспект строителя. Более сотни людей оказались в ловушке. Эти незаасфальтированные тропы трудно назвать дорогами. О том, что центральная часть проезжей улицы приватизирована, жители узнали от руководителя ЖСК многоквартирного дома. За разъяснениями владельцы близлежащих частных домов обратились в администрацию. Администрация города Саратова направила в ЖСК «Квант-88» письмо о необходимости демонтировать железобетонные блоки, установленные по улице Песочной, которые препятствуют проезду автотранспорта и проходу жителей частного сектора по указанной улице. Вот это обращение к ЖСК «Квант-88» председатель ЖСК «Квант» проигнорировала. Когда оформляется недвижимость, план же всей местности берет. Тем более, даже оформляя недвижимость свою, мы согласовывали ее с соседями. То есть, как здесь это прошло без согласования, несмотря на запрещение администрации, это очень большой вопрос. Много вопросов у жильцов вызывает метровый металлический забор вокруг дома. Его начали возводить в начале апреля. По словам людей, такое ограждение в виде забора считается капитальным сооружением, а потому на него тоже необходимо разрешение. Его нам руководитель ЖСК не предоставила. Хотелось бы узнать, вы возводите капитальные сооружения? Хотелось бы посмотреть документы, разрешить на капитальные сооружения, коим является забор. То есть, у вас есть согласованность с архитектурой? Есть. Покажите, пожалуйста. Нет, извините, пожалуйста, мы с вами дальше все это будем разговаривать, совсем не в этих стенах. Попытки решить ситуацию пока не привели к результатам. Поэтому жители вынуждены собирать подписи. Если ситуация в ближайшее время не изменится, людям придется обратиться в суд. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов, 24.